Всем привет! С вами BrainFirst. Да, уже полгода прошло с того момента, когда я последний раз произносил эту фразу. Но, всё меняется. Да, меня долго не было, но я, можно сказать, вернулся, постучу три раза по дереву, чтобы не сглазить, а то опять пропаду на полгода и так далее. В общем, сегодня я делаю для вас прохождение в своём старом стиле, то есть показывая все основные фишки игры. Давайте сначала всё-таки о торге. Чего мы здесь все собрались ради игры? Игра называется DuckTales Remastered. Очень классная игра, которая мне понравилась и которая вдохновила меня сделать прохождение в очередной раз. Итак, DuckTales Remastered, как я уже говорил, Remastered, версия игры на NES, если не ошибаюсь, либо на Dendy, DuckTales оригинально, но с кое-какими переделанными уровнями, несколько уровней было добавлено, ну и, конечно же, полностью отрисованная, прекрасная графика в этой игре. Ну, просто завораживает, на самом деле, и напоминает о детстве. Хочу сказать, что буду я проходить на экстриме, то есть это прекрасный гайд, если вы собрались выявить тот самый, самый сложный трофей в игре, самый сложный ачивимент в этой игре, то бишь прохождение на экстриме. Напомню, что на экстриме нет никаких континью, то есть если вы умираете, вы умираете навсегда, вам приходится начинать всю игру сначала. Так что, на самом деле, лучше быть поаккуратнее, но сегодня я вам расскажу, где можно найти дополнительные жизни, дополнительные какие-то хпшки, и, в общем, по максимуму секреты, которые я лично открыл в игре, без всяких гайдов, без всякой подсказки. Возможно, если есть какие-то еще секретики, то обязательно напишите мне в комментарии. Первый уровень это хранилище Скруджа Макдака, в котором он прячет свои драгоценности, в котором он прячет свои сокровища. Разумеется, на них покусились братья, как же их называли, там, Бигглс или что-то такое. В общем, я не очень знаком, на самом деле, с сериалом, потому что смотрел его очень давно, но я помню, насколько он был замечательно, хорошо отрисован. Ну, Дисней плохих мультиков не делают, ну, кроме многочисленных 3D-мультиков, которые меня, если честно, раздражают, кроме истории игрушек. Они самые четкие. Так, ну, все-таки, пока идет первый уровень, он довольно простой, быстренько расскажу стратегию на этот уровень, главное вам не умереть на нем. Это задача номер один, все остальное, в принципе, довольно, все остальные моменты, они довольно легкие в игре, на этом уровне точнее. И, ну, по большей части, это такой туториал, да, где нас учают прыгать, бегать и так далее. Ну, еще по ходу игры я расскажу про различные фишки и так далее, но сначала все-таки расскажу, где я был, чем занимался и так далее. Ну, на самом деле, был я с вами рядом все это время, я никуда не пропадал, никуда не уезжал. Я следил за Ютьюбом очень тщательно, постоянно и, на самом деле, не выкладывал видео только по той причине, что немножко разочаровала меня. Игровая индустрия в целом и, конечно, видеопрохождение в частности. Ну, не видел я больше этого задора, этого огонька и, можно сказать, что именно эта игра немножко меня вдохновила. Но почему бы и нет, почему бы и не тряхнуть, так сказать, стариной, может быть, это как-то перейдет в постоянную основу и я постараюсь делать вам прохождение почаще. И, кстати, вот здесь первый one-up, первую жизнь, которую вы можете найти, ее подбирать обязательно, если вы ее пропустите. Ну, случится плохое, на самом деле, ну, ладно, не совсем плохое, но играть будет сложнее, эта жизнь очень важна. Значит, да, значит, занимался я, чем я играл в видеоигры. Если честно, касаемо разочарования в игровой индустрии, здесь тоже сыграло, на самом деле, свою роль. Дело в том, что уж 2014 год выдался очень плохим. Очень много разочарования, очень много нереализованных проектов и попросту плохих игр. Ну, вспомнить, там, тот же Destiny, да, тот же Watch Dogs, тот же Assassin's Creed, который просто после четвертой части опять наступает на собственные грабли, в выпускании качественных продуктов, вообще, мне кажется, что Ubisoft, как вот и Electronic Arts, после того случая с Battlefield, нужно ввести какой-то контроль качества, чтобы ребята обращали внимание на косяки и чтобы на релизе такого не было. Ну, ведь мы побоялись переносить и вышло это все им боком. Итак, босс этого уровня, босс довольно легкий, стратегия тоже проста, вот, главное, внимательно следить за бросками различных глобусов, различных, не знаю, бюстов. Босс, то есть он, босс кидает эти вещи по разной традитории, нужно просто реагировать и отправить эти вещи в нужном направлении, то есть в Си, чтобы Си впал, ну и мы смогли сделать так называемый Pogo Jump. Сколько там, 4 или 5 прыжков, ну, собственно, мы уже с ним справились, и первый уровень одолеем. К сожалению, нет тут подвода итогов, и мы сразу же отправляемся на, можно сказать, первый настоящий уровень, это Трансальвания. Всего в игре получается 7 уровней, 5 из них мы можем выбрать, первый начальный туториал и последний уровень. Он, мы его не можем пропустить, но он является финальным, и по-любому его придется проходить. Но начнем мы с Трансальвании. Это очень важная стратегия начать, именно с Трансальвании, по многим причинам. Во-первых, по моему мнению, это самый богатый уровень. Ну, если вы, конечно, гонитесь за драгоценностями, лично я буду собирать вообще все, что плохо приколочено, побольше даймондов. Не потому что я жадный, а потому что нужно открывать галерею. Так что, если вы хотите побольше заработать, вообще, в районе 25 миллионов можно заработать, пройдя игру на экстремальном уровне сложности. Это довольно много. Это половина, наверное, галереи. То есть, вот пару раз-то пройдете, и все, и открываете ее полностью. Очень быстро. Вот. Значит, почему еще я выбрал этот уровень? Он очень легкий, он очень приятный, он очень классный. И это любимый мой уровень в игре. Красиво сделан, прекрасная музыка, классный босс. И вообще много-много приятных вещей. Но самое основное, почему мы начинаем от уровня первого, это то, что можно здесь добыть дополнительное сердце в нашем хелсбаре. Как видите, сейчас три всего-навсего сердца, три удара мы можем выдержать, но дополнительный удар мы можем взять именно на этом уровне. Но сначала мы за ним не пойдем, мы пойдем в подвал. Там нужно победить первого из трех мини-боссов. Одного из братьев Бигли. Я очень надеюсь, что я их произношу правильно. И не будет там каких-то проблем, комментария, где там скажут, что это какие-нибудь братья. Члиндеры, не знаю. Ну, вроде бы я произношу правильно. Итак, заходим в подвал. На любителя, на самом деле, можете вскрывать гробы, можете не вскрывать. Почти в каждом находится камень, по-моему, кроме... Вот центрального... А, нет, не центрального. Здесь нет центрального, здесь четыре гроба. Но вот в третьем, в третьем точно призрак сидит. Я просто проверил. Действительно, там есть. Вот тут еще одна секреточка. И открываем последний гроб на этом уровне. И здесь тоже даймонд лежит. Как я уже сказал, очень богатый уровень. Даже несмотря на то, что здесь нет каких-то больших драгоценностей, там, ценой в миллион здесь. Очень много камней разбросано. И вы спокойно можете, наверное, набрать 2-2,5 миллиона. Вот просто так. Просто сходу. Пропрыгиваем здесь. Здесь тоже секретка. Вот тут я очень накосячил. Я попробую объяснить, почему иногда я вот так падаю. Почему я так неаккуратно действую. Дело в том, что геймпад... Ну, вообще, я играю на PS3. И геймпад, как я считаю, не приспособлен для такого вида игр. То есть, я играю на крестовине. Понятно, что на стике играть невозможно. В скроллеры, да. И крестовина у PS3, она, по-моему, очень неудобная. То есть, вот эти кнопки, которые выпирают, они только, на самом деле, очень и очень сильно мешают. Поэтому иногда это бывает так, что ты нажимаешь влево, а у тебя нажимается влево и вниз. Или бы, наоборот, не прожимается вниз, вместо него проживается там влево. Вот еще один мой косяк. Надеюсь, что я здесь жизнь не потрачу, потому что было бы очень неприятно. Так. Наверное, я не буду сейчас рисковать. Я сейчас пойду сразу же за сердцем, чтобы моя жизненька не сгорела. Ни в коем случае нам нельзя терять ее на этом уровне, потому что это единственный уровень в игре, в котором невозможно... В котором нет ванапа на сильном уровне. На экстремальном уровне. Поэтому нужно быть крайне осторожным, крайне аккуратным. Но вообще, как я уже сказал, уровень легкий. И как-то неудачно его пройти, как-то неудачно выступить очень-очень сложно. Вот. Продолжая, значит, тему того, чем я решил заниматься дальше. Возможно, я буду делать такие вот маленькие прохождения. Очень интересные, очень уютные, очень классные. С подробным объяснением. В общем, так как я это делал раньше, то есть в 2010-2012 году, мне очень эта тема нравится, очень симпатизирует. Также я хотел бы не оставлять лайв-комментарии. Я бы хотел делать, возможно, что-то типа... Да, кстати, вот тут секрет. Не пропустите ее. Она находится на втором этаже. Прямо в правом углу. Сложно будет ее пропустить. Возможно, что-то с лайв-комментариями связано, то есть стримы на Твиче и так далее. Вариентов на самом деле много. И мне очень интересно ваше мнение. Если наберется в комментарии только положительные ответы, то, конечно, я над этим подумаю. Потому что и сталкера бы хотелось пройти вживую. Наконец-таки добить его. Что уже многие просят. Я сейчас нуб в этой игре. Потому что в свое время, когда выходил сталкер, у меня был очень и очень слабый ПК. И я не мог просто взять и... Нельзя было просто взять и пройти сталкер. Потому что загрузки длились, ну, просто, не знаю, по часу, наверное, на каждой локации. И при этом все люто и бешено тормозило. Невозможно было играть. И, конечно же, в сталкера я в свое время не поиграл. Что, кстати, очень-очень жаль. Так как очень большое количество людей, комьюнити именно в СНГ очень развито. То есть все прям фанатеют по этой игре и по этой замечательной, я уверен, серии. Поэтому я хотел познакомиться с ней поближе. И надеюсь, что если у меня получатся стримы с вашей помощью, мы бы смогли осилить эту игру. Ну и, как бы, была задумка также постремить Silent Hill 2. Тут, конечно, другая совершенно история. Дело в том, что я, скажем так, поймал себе на мысли, что я бы хотел сам для себя переосмыслить Silent Hill 2 и Silent Hill Homecoming. Что многие вещи в последнее время я начал... о многих вещах я начал задумываться. Ну и вообще, за 5 лет взгляды меняются на те или иные вещи. И перепройти Silent Hill, понять его по-новому как-то. Ну, это как перечитать, наверное, старую книгу, да? Где ты находишь там новые какие-то моменты, новые материалы. И для тебя это кажется совершенно новой книгой. Так что, вот, планов очень много. Все зависит от вас, ребят. Если вы хотите услышать меня вживую, пообщаться со мной на стриме, то обязательно пишитесь, как вам эта идея. Я буду очень рад любому вашему комментарию. И огромное спасибо вам, дорогие друзья, за поддержку, за те комментарии, за то, что вы писали в личку. Всю эту поддержку я принял к сведению. И вот, как видите, вернулся в виде вот такого прохождения DuckTales на экстремальном уровне сложности. Пока ничего не происходит. Кстати, вот на этом уровне должна быть миссис Бигли. Вот именно в этом моменте. Причина, по которой ее нет, очень проста. Дело в том, что она не появляется на тех уровнях, где есть дополнительные пауэрапы. Вот, такая вот проблема. То есть ее нет на уровне Гималаев и нет вот на этом уровне, на уровне Драцельвании. Что очень, кстати, жаль, потому что, как я уже говорил, это единственный уровень, в котором нет ванапов, то есть нет дополнительных жизней. И миссис Бигли, она бы очень пригодилась. Здесь, по-моему, в русской локализации... Вот, кстати, как сейчас этот сундук не упал? Вот эти баги немножко раздражают. Не помню, как миссис Бигли звали в русской локализации. По-моему, Клюфти, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Так, что мы сделали? Что мы сделали? Мы уже убили двух боссов. Нам остался последний. Он находится в довольно простом месте. Для начала мы доформим рыцарей. Раз уж мы сюда пришли, не отпускай же их. Просто так. Здесь два сундука с сокровищами. Очень-очень прекрасно все. Ну, касаемо, касаемо, наверное, мультфильмов Диснея. Вообще, я не знаю, почему только у меня такой опыт. Но я начал смотреть Дисней еще по каналу СТС. Он у нас шел в Екатеринбурге. Очень хорошо шел. В отличном качестве. И там всегда показывали мультики Николодиона. То есть это Иернольд, Охушаки, Детки. И, конечно же, показывали Диснея. Прекрасные озвучки. Причем не по скудному варианту, который шел там по первому каналу. Там где один или две серии. А сразу показывали где-то четыре серии. Плюс после него еще начинался там какой-нибудь классный сериал. Типа Смолвили или еще что-то. В общем, были классные времена. И именно благодаря, наверное, СТС в первую очередь. Сейчас этот канал скатился в бездну. Но в то время это было нереально круто. Потому что приходил из школы и первым делом садился за мультфильмы от Диснея. Очень качественные. Очень замечательные. И огромное спасибо этому каналу. Ну и первому каналу тоже спасибо. Благодаря нему. Ему я пересмотрел эти все серии замечательные. То есть и утиные истории. Но, конечно, мне больше нравился Дружище Черный Плащ. Это все помнят. Да и я бы с удовольствием переиграл в Черного Плаща ремастера. Потому что в детстве больше всего я играл именно в Черного Плаща. Помню, какие там нереальные просто зарубы были. Ух ты, как я вышел из этой ситуации опасной сейчас. Помню, каким было нереальным просто счастьем попасть на второй экран. То есть пройти вот эти три первых уровня и попасть на второй экран. Там просто... Я лично был в шоке, когда открылось вот эти три дополнительные уровни. Потому что для меня вот уже всей игрой было вот эти три первых начальных уровня. То есть я ни один из них не мог пройти. Потому что уж очень казались длинными, какими-то сложными, непроходимыми. Ну, наверное, единственный уровень, который я больше всего играл, это мост. Как-то он символизирует... Вообще придает атмосферу Черного Плаща вот эту ночь. Опять же этот мост, который появляется, кстати, и в Утиных Историях. Очень часто играл я в этот уровень. Блин, вот не слить бы сейчас ХП. Но мне кажется, что я солью, потому что... Да, загнали меня в ловушку. Ну, ничего страшного, ничего страшного совершенно нет. Есть уровни, у которых даже есть две жизни. Можно найти... Я сам виноват, я слился на призраках, пока фармил гробы. Но... Такое бывает. Такое бывает. И если вы потеряли одну жизнь, это не повод бросать геймпад, разбивать его об стену и... Как-то надругиваться. Если есть такой глагол над ним. Потому что не все еще потеряно. Очень много ванапов. Это единственный уровень, напомню, в котором найти ванап на экстремальном уровне сложности попросту невозможно. Поэтому ничего страшного. Тем более, эта жизнь была дополнительной, которую мы взяли из хранилища Скруджа. Поэтому все нормально. Так что в свое время, в детстве, очень часто я рубился просто в черного плаща. Даже бывало, что привозил свою деньги на дачу. И там, там на всю ночь мы с своим двоюродным братом просто рубились в этого черного плаща. Реально стрёмный уровень, кстати, был в канализации. Там были какие-то странные такие зеленые твари в плащах, которые кинжалом кидались. В общем, настоящий крипи-сторий был. Также обожал, на самом деле, игру «Черепашки инди» первую часть. Все, конечно, сходят с ума по второй. Третий, но первая часть, как мне казалось, более такая хардкорная, более символичная. Ну и вообще, ребят, там можно было садиться в машину и гонять по городу. Ну, это ли не счастье? Можно смело прям подписать GTA моего детства. Тем временем, тем временем мы убили последнего призрака. Собрали все обрывки. Напомню, что на этом уровне нужно собрать три. Я, кстати, совсем забыл комментировать по игру. Прошу прощения меня. За такую оплошность. Значит, три обрывка какого-то писания нужно найти и подойти к зеркалу. Все, после этого можно отправляться к боссу. И дошел я с двумя сердцами. Благо, это мой любимый босс. И я знаю, как его победить, не потеряв, ну, практически ни одной единицы здоровья. Так, босс-то Магика. Я не знаю, есть ли у нее какой-то перевод. На английском, может быть, в английской версии ее по-другому называли. Ну, в русской ее звали Магика. И это имя мне больше приятно. Более приятно. Значит, бой ее длится в три этапа. К каждому из которых она кастует вот такие вот огненные столбы. Потом еще горизонтальные огненные столбы. Потом вот эта вот укадайка с зеркалом. Где нужно ударить ровно по ее отражению. Ну и третий этап. Третий этап это вот прыгнуть на ее животную форму. То есть я птичью форму и после этого нанести третий удар. Итак, три раза нужно здесь сделать. После чего наша Магика отправится на... Ну, не скажу, что на тот свет. Просто скажу, что она отправится гулять. А мы получим тот самый священный медальон. Тут я, кстати, на секундочку даже запутался, где она находится. Но хорошо, что она отразилась еще раз. И это помогло нанести ей удар. Ну, как видите, несмотря на то, что нету никаких бонусов, никаких драгоценностей. Мы все-таки сумели заработать почти 2 миллиона. Это очень-очень круто. Плюс множитель на экстриме даст нам очень-очень много денег. Мы забираем эту монетку с Дракулой. И, в принципе, мы счастливы, потому что... Да, уровень-уровень пройден на четверочку. Я очень много хп потерял. Я потерял одну жизнь. Это плохо. И задроты в этой игре скажут, что я нуб. И после этого, я уверен, выключат видео, отпишутся от моего канала. И пойдут показывать, какие они профессионалы на Денге или на ЛИС. Те, кто остался, предлагаю вам ознакомиться с уровнем Гималая. Это второй уровень, который нужно обязательно пройти, потому что в нем находится второй пауэрап. Второе сердце и последнее сердце, которое можно достать на экстриме. С этим сердцем у нас будет 5 единиц здоровья, а это уже очень неплохо. Уровень сложнее определенно. Многих уровней в этой игре. Но он также очень короткий, чем мне нравится. Тут не очень много драгоценностей. Здесь мало мест, куда можно пройти. Но здесь очень легкий босс. И, в принципе, очень много возможностей. Качественно и без проблем пройти. Так, пока что я натыкаюсь на всяких козлов. Ну, прям как в реальной жизни. И еще не назовешь козел. Ну, тут вот единственная проблема этого уровня, то, что нельзя использовать хард-пога. Точнее, ну, просто пога. То есть вот эта вот трость, на которой прыгает скрудж. То есть, если попытаться оттолкнуться от земли, вы просто-напросто застрянете в этом сугробе. Ну, это не касается льда. На льде, в принципе, можно спокойно прыгать без проблем. Козел, смотри, привязался же ко мне. Сумасшедшие просто козлы. Кругом они козлы. Вот серьезно, что за уровень? Так. Первым делом мы заберем пауэрап. Он находится не так далеко. Сейчас будет одна небольшая сюжетная вставка. Вообще, на этом уровне, на уровне Гималайи, нужно собрать три части. Я так понимаю, три важные части, которые каким-то образом выпали или, не знаю, упали с самолета или при аварии они куда-то отлетели. В общем, грубо говоря, нужно убить трех кроликов. Вот, кстати, пауэрап. Он последний в игре. Поэтому ни в коем случае не пропустите. Эти пять жизней вам пригодятся. Уж поверьте мне. В общем, нужно убить трех кроликов, забрать эти самые механизмы и вернуться. Вернуться к Зигзаку Макрягу. Очень мне нравится, в отличие, кстати, от многих людей, которым не нравится перевод персонажей, мне лично нравится. Зигзак Макряк. Люди. Ну, прекрасные же имена. Ну, что ж вам не нравится-то? В принципе, гораздо лучше, чем миссис Бикли, да? Ну, глупо звучит и на русском никак не переводится. Поэтому, я считаю, что локализаторы сделали в первую вещь, полностью переделав имена и там понка, опять же, легче запомнить. И так далее. Так, здесь у нас что находится? Здесь у нас находится OneUp. Ни в коем случае не пропустите. Это первый из двух OneUp на этом уровне. Да, вы не ослышали здесь? Здесь два OneUp. Оба нужно собрать обязательно. Первый я уже показал. Здесь очень опасный уровень, потому что, если сосулька вас каким-то образом заденет, то у вас есть шанс просто упасть в бездну. Поэтому будьте аккуратны. Вот здесь, вот этот момент самый сложный, я считаю. Тут вот прям на краю нужно остаться, чтобы вас сосулька не задела ни в коем случае. Ну, вообще, как бы уровень тоже неплохой. Довольно много сокровищ. Вот мы его только начали, а уже 434 тысячи собрали. Так, вот эти хоккеисты опасные, опасные ребята. Ну, думал, что я, я думал, что дайкину сейчас до него камень, не получилось это сделать. Ну, мы их так сольем. Ребята слабы. Немного ментально. Так, вот этот кролик, у которого есть деталь, но сначала я вам покажу секретку. Да-да-да, вот если тут запрыгнуть, подняться наверх, здесь можно на обычных уровнях сложности, здесь можно найти миссис Бикли, которая дает ванап, но здесь ее нет, но ванап остался. Вот именно в этом углу он падает, это второй. Ванап в игре ни в коем случае не пропустите, это не важно. и общее количество жизни у нас теперь 4. Очень здорово, но если бы я не садился в трансферии, их было уже 5. Что делать? Конечно, этот момент не таким радостным, но в целом хорошо, плюс тут еще куча денег, не забудьте их тоже забрать. И возвращаемся тем же путем, где можно было спрыгнуть в ту дырку, которая там была. По вашему желанию, в общем. Не убил я того кроля... Ой-ой-ой-ой, прилетело вот сейчас. Нормальный такой кубик, рубик. Так, сливаем, значит, эту кроляшку замечательную и берем деталь. Вторая из трех деталей, нам осталась последняя. Ну, вы уже чувствуете, насколько короткий этот уровень. вот этот камень, вот эти камни, которые под углом запускаются, да, они иногда очень сильно глючит и бывает, что не попадают в цели. Это уже повторилось дважды в этой игре. Первый раз, когда в сундук не прилетело, и вот второй раз в жука. Ну, наверное, о багах этой игры нужно будет поговорить отдельно, потом попозже, если я не забуду. Но главная проблема это то, что местами здесь внимание иногда проседает FPS очень сильно. Для такой игры я считаю, это очень-очень такой, знаете, плохой вариант, плохой исход, потому что такая игра не должна тормозить, по сути, здесь нет графики, кроме вот такой нарисованной красивой, но когда начинают с тормоза из-за различных эффектов, это убивает, убивает всю атмосферу и все желание играть иногда, да, потому что в некоторых уровнях, особенно на босс-файтах, это очень-очень сильно раздражает. Так, здесь очень много драгоценностей, поэтому смотрите, чтобы этот наш друг не сломал камень до того, как вы по нему прыгнете, потому что вот эти сундуки вверху подвешены, их можно только этим способом собрать, то есть прыгая по камням. И вот он и сейчас, я не помню, как его звали, Буба или что-то в этом роде. Странный персонаж, не помню его, к сожалению, или может быть к счастью в мультфильме, но спасибо ему огромное за помощь. Здесь приходится встретить крольчишку, которого нужно слить ради очередной детали. Давай, крольчишка, сейчас я тебя солю, давай, иди сюда. Опа, ща. Ой, куда я полез? Я не убил крольчишку. Крольчишка, иди сюда. Крольчишка, опа, вот так охотится Скрудж, просто прыгает на зверей, ломает тростью им бошки, просто отламывает, откусывает ради какой-то детали. Вообще-то довольно бездушная тварь, особенно если посмотреть ночь перед Рождеством, вот откуда взят собственно персонаж Скрудж, ведь Скрудж он по сути переводится как скупой человек, да, и как раз вот там происходит история вот именно перевоспитания этого персонажа. Не знаю, как-то он связан ли он. Ох, вот это очень большая ошибка, я потерял здесь одну жизнь, ну опять же из-за геймпада PS3, в чем я уже говорил была проблема, то есть тупо не поражалась кнопка вниз и все, и добрый вечер, до свидания, жизнь, очень важная жизнь, которая бы мне не помешала на последнем уровне, но геймпад PS3 решил устроить мне troll face. Конечно, это может быть и мой косяк, что я протупил в таком важном моменте, но вообще такого происходить не должно. Кстати, такой проблемы нет у геймпада PS4 и этот момент меня очень радует. Вообще, геймпад PS4 он очень очень удобный, очень удобный, очень приятный и, если честно, когда вот после геймпада PS4 я взялся за PS3 DualShock, ну просто вот он мне показался каким-то кирпичом, каким-то неудобным, какой-то неудобной совершенно вещью. Так что вот. Такие вот дела, слил я одну жизнь, но это в принципе не хорошо, не плохо, ну скорее-то плохо, конечно же. Без одной жизни нам будет плохо, мы считайте уже слили две, тут вернули одну, но пока что конечно в плюс. Один по-прежнему идем, но вообще хотелось бы с четырьмя жизнями закончить этот уровень. Постараюсь не слить еще одну и буду аккуратнее. Сейчас соберем пару секретиков и сразу же отправимся к зигзаку Макряку, который уже приготовил свой самолет на отлет, я так понимаю. Так, сливаем этого парня, здесь падает сундук, ни в коем случае его не ломаем, просто отталкиваемся от него и жмем влево и потом там есть вот эта бочка, ее просто проталкиваем и все. И здесь два прекрасных дорогих рубина по 50 тысяч каждого. Это стоит того, чтобы их собрать. Правильно, ребят? Так, еще один бешеный козел и вот тут лучше ретироваться на самом деле, прыгнуть вниз, потому что когда эти два сладкие парочки, я говорю про зайца и козла, встречаются вместе, это просто нереальная комбуха и не мим проскочить, не прыгнуть, ведь погоджампа нет, приходится просто страдать, умирать, либо вот как я ретироваться, попытаться как-то убежать. Так, ну, почти добрались до конца уровня, попутно имею наглость собирать сокровища, вообще, как я уже говорил, сокровища нужно собирать для открытия галереи, кто хочет набрать 100% в стиме, либо 100% поэценили, либо там в эксбоксе, я специально посмотрел, да, эта игра есть, но пока, вот, правда, меня смутил немножко ценник в 299 рублей, я был немножко ошарашен, но я думаю, что на ближайшей распродаже эта игра будет 100 рублей 50, и вы с удовольствием сможете ее себе забрать и попытаться сделать себе такой челлендж, пройти игру на экстремальном уровне сложности, а мое прохождение, я надеюсь, вам в этом поможет. Итак, такой небольшой мини-босс здесь, не помню имя этого персонажа, если честно, ну, это что-то типа антиплоща у черного площа, то есть человек, который полностью противопол... точнее, персонаж, который полностью противоположен Скруджу, наверное, главный антагонист серии, я так подозреваю. Вот, и мы его успешно сливаем его же собственной бомбой. и осталась у нас финишная прямая, но эта финишная прямая очень-очень сложная. Дело в том, что тут бегают козлы, тут бегают уроды, тут бегают зайцы. Очень опасно здесь может быть, но в конце нас ждет награда в виде мороженки, дополнительной хп-шки, поэтому, ну, как минимум один удар здесь можно слить, но лучше вообще ничего не сливать, потому что это может быть опасно, ведь может упасть в какую-нибудь пропасть или еще какую-нибудь жесть. Так, у меня остался один удар, благо, я не очень нервничу, не очень переживаю по этому поводу, потому что я знаю, что, во-первых, здесь есть мороженка, а во-вторых, босс, если не самый легкий в игре, таковы обману. Конечно, он самый легкий в игре босс, которого можно вообще даже нисколько не бояться, если знать стратегию. Стратегия такая, после каждого удара вот камнем по голове, вот сейчас я промахнулся, нужно сразу же перейти в другой угол, потому что если он застанет вас в этом углу, то вам гарантированно придется принять удар. В общем, битва похожа на битву с самым первым боссом в этой игре, и единственное, что тут нужно бояться, это уворачиваться от различных падающих ледяных кубов, камней, и, конечно же, от различных землетрясений и всякой такой мишуры. Обязательно надо перепрыгивать босса, становиться в дальний угол и ждать, ждать, когда он будет носить ответные удары, пытаться от них увернуться, перепрыгнуть или еще что-то. Вот, очень приятный уровень в Гималаях, только благодаря, наверное, этому боссу, который, ну, очень легко побеждается. вообще, вот таких ой-ой-ой-ой, вот сейчас опасно было, мне нельзя терять хп, ни в коем случае, я уже получил один удар, главное, не умереть здесь, ни в коем случае, потому что хочется вынести хотя бы плюс одну жизнь с этого уровня. Так, касаемо боссов в этой игре, тут все неоднозначно, дело в том, что половина боссов очень сильные, очень мощные, ну, допустим, мне не нравится босс в Амазонке, но об этом я расскажу вам в следующей части, вот, потому что именно там пойдут самые сложные уровни, по моему мнению, это уровень Амазонки, а уровень Луны, поэтому, скорее всего, мы говорим в следующем эпизоде, вот, ну, этому боссу, я думаю, остался примерно один удар и бам, уровень пройден, я очень рад этому факту, я надеюсь, вы тоже, очень приятно было вас всех повидать, дорогие друзья, очень приятно, что вы посмотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось, обязательно поставьте большой палец, если это так, и пишите в комментариях, чтобы какой, какого вида прохождения вы бы хотели меня увидеть, на этом все, всего хорошего, удачи, с вами был Brain First, пока-пока.